Здравствуйте друзья. В своих уроках я обычно сначала объясняю логику работы, показываю и рассказываю про методы решения поставленных задач, а затем показываю как это все работает. Но в этом случае я хочу сразу продемонстрировать работу созданного мной интерфейса, так мне кажется будет понятнее. И как всегда максимально подробно расскажу о том, как это можно реализовать самостоятельно. Ссылка на текстовый файл с шаблонами в описании под видео. Если тема умного дома вам интересна и мои видео помогают ее изучать, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки этому видео, тогда его смогут найти больше людей. Также вы сможете поддержать развитие моего канала став его спонсором. Хотя, с момента создания предыдущего урока по этой теме, его номер 11.1, на дату этого видео прошло почти 2 года, он все еще актуален. В нем, напомню, показано как создать Telegram бот, как прописать его в системе Home Assistant и даже некоторые приемы работы с ним. Если вы его не видели, ссылка в описании под видео. Поэтому в этом уроке я не буду возвращаться к базовым понятиям, я подразумеваю, что бот у вас уже настроен и в системе проведены соответствующие настройки. В дополнение хочу добавить, что кроме прямого общения с ботом в режиме личных сообщений, он также поддерживает работу в группах, в которых может быть много людей и много ботов. Получить ID группы можно при помощи того же бота, который определяет идентификатор пользователя, это показано в уроке 11.1. Для этого его нужно временно добавить в нужную группу, в том числе прямо при ее создании. После этого, уже в созданной группе пишем боту команду, они доступны в его меню на получение идентификатора группы. Обратите внимание, что для групп он начинается с символа минус. Прописываем его аналогично пользовательским. В конструкторе ботов при помощи команды mybots переходим в список своих ботов. Выбираем нужный, настройки. Пункт allow groups. У меня он уже включен, поэтому тут кнопка выключить. Проверьте чтобы был включен и у вас. Это позволит получать в одном месте сообщения от разных ботов, если у вас несколько серверов умного дома. И добавлять в эту группу пользователей, которые смогут взаимодействовать с ботами в рамках этой группы, не прописывая их ID в конфигурации. В финальном, на дату обзора пакаджа, который я создал для управления своим умным домом, получилось более тысячи строк кода. Но при этом сама логика довольно простая и состоит из множества практически идентичных модулей. Автоматизация создается методом скопировал, ставил и минимальной доводкой. Если честно, примерно треть времени при создании этого пакаджа, у меня занял поиск подходящих эмодзи для кнопок. Начнем с стартовой автоматизации, задача которой по установленной команде вывести главное меню интерфейса. Я создал два уровня меню, но нет никаких проблем создать вложенность любой глубины. Триггером этой автоматизации служит команда, которую нужно написать боту. Это единственное, что нужно писать, все остальное при помощи нажатия кнопок. В данном примере это команда go. После получения этой команды, автоматизация отправляет сообщение при помощи сервиса telegram bot send message. Здесь я применил шаблон, который определяет ID пользователя, который написал стартовую команду. Это дает несколько преимуществ. Во-первых, это универсальность применения. Можно использовать в группе, где много участников. После отправки команды, ответ приходит в личном сообщении от бота. Таким образом, для остальных пользователей это незаметно. Более того, если ID участника группы не прописан в настройках интеграции Home Assistant, то ответ от бота он не сможет получить и соответственно управлять системой. Но при этом сообщение в группу он видеть будет. Куда отправляет разобрались, теперь разберем что именно отправляет. Это главное меню, в моем случае верхняя вложенность. Его задача облегчить запуск команд, которые нужно уже не набирать, а запускать нажатием на кнопки. Меню состоит из двух частей. Сообщение это текст. Сюда можно вставлять iamadzi, для этого используется Unicode. Ссылки на таблицы с ними вы найдете в текстовой версии урока. Также тут можно использовать состояние объектов Home Assistant, в том числе используя шаблоны, чуть далее я покажу как. В данном случае тут изображение гаечного ключа и текст. Далее идет раздел Inline Keyboard, кнопки. В данном примере они расположены в четыре ряда, соответственно четыре строки. Три строки по две кнопки и последняя строка одна кнопка. Вот собственно код первой кнопки. Сначала идет Unicode emadzi, тут чуть другое оформление чем сообщение, лишняя пара кавычек. Далее идет отображаемый на кнопке текст и затем команда, которая будет отправлена по нажатию этой кнопки. Собственно вся логика построена на отправке и отработке таких команд. Как они будут выглядеть неважно, по сути это рандомный текст. Главное чтобы каждая команда была уникальной и не дублировалась. Еще один момент, если вы такую команду отправите вручную, ничего не произойдет. Конкретно эта автоматизация, как бы одноразовая. Ее задача вывести главное меню по ручной команде и в дальнейшей логике она не участвует. В то время как все остальные автоматизации взаимосвязаны. В моем примере, каждая из первых шести команд вызывает меню управления отдельно взятой комнаты. И для каждой из них сделана отдельная автоматизация. Логика всех автоматизаций одинакова, все по сути созданы путем копирования и небольших изменений. Рассмотрим одну из таких автоматизаций. Для примера я взял меню управления, вызываемое по нажатию на кнопку санузел по команде BTControl. Переход новое меню. Предыдущее меню удаляется, отрисовывается новое, структура у него такая же, но больше интерактивных элементов. Автоматизации для комнат, несмотря на оптимизацию, выглядят достаточно громоздко, но, как я и сказал, состоят из одинаковых блоков, которые очень легко дублировать. Сама логика крайне простая. Давайте рассмотрим как она работает. В отличие от стартовой автоматизации, которая слушает события telegram команд, все остальные автоматизации отрабатывают события telegram callback. Поэтому, если команду с кнопки попробовать ввести вручную, она не сработает. А вот какое именно событие, в триггере не указано, так как их может быть много. В разделе действий применен селектор условий, он и позволяет использовать множество блоков, выполнение которых зависит от условий. Первый блок каждой из автоматизации управления, это отрисовка меню второго уровня. Выполняется он при получении команды из меню первого уровня, в данном случае bt control. Для удобства, каждая из моих комнат имеет свой префикс, тут это bt. Этот кусок кода встречается в каждом из блоков всех автоматизаций, он удаляет предыдущее сообщение, точнее меню команд. Это сделано, чтобы не заваливать чат сотнями менюшек. После очистки чата, отправляем в него новое меню, уже знакомым нам сервисом telegram bot send message. Однако в отличии от стартового меню, во всех остальных автоматизациях применен немного другой шаблон, определяющий ID чата, а не пользователя. На самом деле конкретно в этом кейсе, разницы никакой нет. Такая конструкция актуальна для отправки сообщений из групп, оставил просто для примера. Далее идет меню, также состоящее из двух частей. Для оптимизации я тут применяю переменные. Так как вызов меню осуществляется из каждого блока автоматизации, чтобы не вставлять его в каждый блок, а потом еще все менять при каждом изменении, тут логичнее использовать переменную. Чуть дальше вернусь к ней. Текстовая часть тут заметно побольше. Сначала идут emoji и текст, это нам уже знакомо. В данном меню у меня объединены сразу три помещения. А тут уже, как видим на скрине из мессенджера используются показания сенсоров. Текст тут тоже можно вставить, но я решил обойтись без него, только emoji градусника и показания датчика температуры. А тут капля воды и показания сенсора относительной влажности. В этой строке я пошел по другому пути, вместо того чтобы передавать значение, которое у всех бинарных сенсоров on либо off, я применил шаблон сравнения. Если значение сенсора в данном случае движения включено, в сообщении выводится текст сопоставленный с этим условием движения. И в противном случае, если он выключен, транслируется текст нет движения. Вот так это выглядит в меню. Вот еще один подобный пример уже для датчика протечки, где в зависимости от его состояния, в заголовок меню передается текст протечка или сухо. Перейдем к второй части меню отвечающей за отображение кнопок. Тут я тоже использовал переменную, в которую сохраняется последующий код отвечающий за отрисовку кнопок. Структура кнопок тут примерно такая же как в главном меню. Тут тоже по две кнопки в ряд, хотя технически можно и больше, я ориентировался на удобство отображения на экране смартфона. Чтобы получить интерактивность в зависимости от состояния управляемой сущности, тут выводятся разные символы. В данном случае тут проверяется статус светильника. Синтаксис тут похожий на тот, что применяется в разделе текста, только больше одиночных кавычек. Чтобы была понятна разница между этими шариками, покажу этот же фрагмент в аддоне File Editor. То есть если лампа включена, шарик зеленый, а если выключена красный. Признаюсь честно, идею с шариками позаимствовал с одного из найденных мной примеров, которые изучил довольно много. Вот вторая кнопка, она отделена от первой запятой. Логика точно такая же, разница только в отображаемом тексте, объекте и отправляемой команде. В этой автоматизации они все имеют один префикс bt, мне так удобнее. Но вы по желанию можете использовать свой вариант, главное чтобы имена команд были уникальны. Остальные строки имеют такую же структуру, кроме последней. Тут находятся две кнопки. Одна возврат в главное меню, об этом я расскажу подробнее чуть далее. А вторая обновляет меню, отправляя команду его запуска. Соответственно обновляются статусы всех датчиков и объектов на кнопках. Все остальные блоки автоматизации, отвечающие за управление отдельно взятым объектом, очень похожи друг на друга. Поэтому вполне достаточно подробно рассмотреть один из них. Вызов этого блока происходит после отправки команды с одной из кнопок, в частности это управление люстрой в туалете. Эта конструкция используется во всех блоках управления, отличия только в команде. Далее идет выполнение действия, в данном случае переключение состояния светильника. Эта часть уникальна для каждого блока, тут может быть и релеи, и виртуальные сущности, в принципе что угодно. Важный момент задержка, она нужна чтобы перед обновлением меню, объект успел изменить состояние, и будет корректно отображаться на кнопке. Если пол секунды мало, в некоторых случаях может не хватить, поставьте например секунду. Тут я вставил сервис, который выводит что-то вроде уведомления в Telegram. В принципе на логику не влияет, это для визуализации. На скрине оно отображено вверху экрана, потом исчезает. Тут тоже применена подмена статусов на удобочитаемые. Как видите, работа над визуализацией тут проведена не меньше, чем над собственно логикой. Далее запускается сервис удаляющий предыдущее меню, так как нужно обновить статусы объектов. А это, с точки зрения автоматизации, точно такой же блок отрисовки меню как мы только что рассмотрели, а с человеческой точки зрения отличная оптимизация. Вместо того чтобы копировать весь массив, тут указана та самая переменная, которую мы объявили выше. Обратите внимание, что для объявления, точнее создания переменной, перед ее именем ставится символ амперсант, а при вызове звездочка. Аналогично и переменная для клавиатуры. Как я и сказал ранее, кроме очевидной оптимизации кода, вторая цель которую решает применение переменных, это то, что при изменении, например добавлении еще одной кнопки, нет необходимости менять меню во всех блоках. Вот так работает эта кнопка. Включает и выключает люстру, обновляя и отображая ее статус. Вот пример еще одного блока. Из отличий, другая инициирующая команда. Логично, что для каждого устройства она должна быть своя. Вместо простого переключения, тут сервис нажатия на виртуальную кнопку. Это позволяет запускать и сложные автоматизации, в том числе с проверкой корректности включения, про которые я рассказывал в своих блогах. Ссылки на некоторые из них в описании. Вот пример такой кнопки в триггерах бинарного сенсора, которые используются для того, чтобы отсекать случайное включение светильника. По сути, виртуальная кнопка аналогична например нажатию на клавишу выключателя. И последнее изменение в уведомлении, текст и объект состояния которого отслеживается. Мне пришлось вручную написать только один такой блок, все остальные я просто копировал и менял несколько строк. Покажу еще один блок, где есть небольшое отличие от уже показанных. Он отвечает за переключение режима работы бойлера. Не работу самого бойлера, а работу управляющей им автоматизацией. Но суть в том, что в отличие от лампочки, это более критический элемент, на который нужно обращать внимание. И для этого в уведомлении, где кстати состояние выключателя интерпретируется как активирован и деактивирован. Добавлен вот такой пункт Show Alert, он как раз и отвечает за привлечение внимания. В отличие от появляющегося сверху и затем исчезающего уведомления, это появляется в центре экрана и требует нажатия на кнопку ОК. Все остальные автоматизации построены точно по такому же принципу. Вот например та, что отвечает за управлениями устройствами в гостиной, у нее свой префикс LR. Аналогично тут используются и переменные для отрисовки своего меню. Имена для них естественно уникальны, поэтому и удобно использовать свои префиксы для каждой из комнат. Вернемся к возврату в главное меню, которое есть в каждой из вложенных автоматизаций. Для этого используется команда меню Back. Для отработки этой команды используется отдельная автоматизация управления главными меню. Напомню, что стартовая автоматизация нужна только для начальной отрисовки главного меню по ручной команде, а далее работает эта автоматизация. У меня тут два блока и по команде меню Back запускается второй если считать по расположению блок. Его содержимое состоит из двух частей, первая это удаление предыдущего меню, точно такая же конструкция как у всех ранее рассмотренных блоках. И вторая часть отрисовка главного меню, аналогично как стартовой автоматизации. И осталась кнопка убрать меню, самая нижняя в главном меню. На самом деле без нее наверное можно обойтись, я ее сделал на этапе тестирования этого пакаджа, да таки оставил. Возможно заменю ее на кнопку обновить, которая будет перерисовывать меню. А возможно я ставлю обновление, добавлю второй. Как и следует из названия, запуск этой команды просто удаляет меню и очищает чат. Для повторного запуска нужно опять ввести вручную стартовую команду. Вот так это выглядит. Как я и сказал в начале, тут используется модульная логика из практически идентичных блоков для отрисовки меню и управления. При необходимости, по нажатию на кнопку меню второго уровня, по аналогии, можно запускать меню третьего уровня, например для выбора эффекта на светильнике. Возможно эту идею я реализую позже. Мой рабочий пакадж занимает более тысячи строк, приводить в текстовом примере его полностью нет смысла. Поэтому кроме стартовой автоматизации и управления главным меню, в текстовой версии я оставлю только две автоматизации второго уровня. Весь пакадж целиком можно будет увидеть на моем гидхаб в конфигурации сервера, начиная с 27 итерации. Про какие-то существенные обновления я буду рассказывать в своих блогах. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграмм канал, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok